Марка автобуса Икарус очень хорошо известна по прошлому периоду. Старшее поколение любого города СССР отлично помнит эти комфортабельные, конечно, по тем временам, красного цвета междугородние автобусы, а также и желтого цвета ирадские автобусы. Кроме того, были так называемые гармошки, которые работали в больших городах. Многие дети, чьё детство выпало на этот период, очень любили ездить на такой площадке, в соединении гармошки, выполненной из толстой резины. Она так забавно скрипела и сжималась на поворотах. Таким образом, автобусы были предназначены для езды по городским трассам и дорогам, имеющим твёрдое покрытие. С другой стороны, Икарус, который бы пошёл по бездорожью. Это трудно себе даже вообразить, однако он прекрасно справлялся. Здесь так и напрашивается поговорка. Венгры всё что угодно придумают, только бы эти машины продавать в страны Африки и Латинской Америки. В СССР, судя по всему, таких автобусов не должно было поставляться. Чтобы создать достаточно комфортабельный автобус-внедорожник, было недостаточно оборудовать Икарус дополнительным ведущим мостом, а также и раздаточной коробкой. Дело в том, что для наиболее сложных эксплуатационных условий проектируется техника в основном на раме. Однако же в данном случае сам корпус автобуса был несущим. Он сваривался из труб, имеющих квадратное сечение. И здесь такое усиление вылилось в главную проблему. В 1976 году был построен первый ходовой экземпляр, который имел название Икарус 25900K1. Он совершенно нетипично выглядел, как для автобуса из Будапешта. Однако же его конструкция была по большей части унифицирована с массовыми версиями. Проведённые испытания обнажили большое число недостатков, среди которых наиболее серьёзным стал огромный перевес в области передней оси. Произошло вот что. Двигатель перебрался с кормы, где он обычно располагался, в переднюю часть. Он был размещен в переднем свете, а над мостом расположили коробку передач. Агрегатная стандартная база кузова подвергалась испытанию на прочность, но без переднего ведущего моста. Вследствие значительных перегрузок происходили поломки приводов моста, подвергались износу колёсные пленарные редукторы. Кроме того, шины изнашивались буквально на ходу, а взобравшись на песок, автобус прямо нырял перед ком и передвигался преимущественно с задним ходом. Второй опытный образец был спроектирован только спустя год. Этот вариант имел уже во многом привычную нам внешность, но только лишь высота боковых окон была слегка урезана для большего усиления кузова. Среднемоторная же разновидность, подобно гармошке, позволила улучшить развесовку по осям. А достаточно немалый клиренс в 380 мм обеспечивал возможность автобусу преодолевать даже при горке с длинным свесом. Модель Икарус 259-50 вышла в свет только полтора года спустя, после длинной череды модернизации, испытаний и многих доводок. Серийный Икарус обладал горизонтальным двигателем Rabo-Man, Man D21-56, имевшим мощность 220 л.с. К сожалению, о раздатке мало что известно, но автобус оборудовался шестиступенчатой механической коробкой передач ZF. Стать серийным образцом Икарус 4х4 так и не смог. Какое количество экспериментальных моделей произведено, совершенно неизвестно. По разным источникам от 2 до 4 образцов, которые, впрочем, утеряны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok